В эфире программа «Познер» гость программы Олег Табаков. Добрый вечер, Олег Павлович. Добрый вечер, Володя. Да, Володя, потому что мы друг друга знаем несколько лет, так не будем считать сколько. Значит, у нас всегда в начале вопросы, отобранные мной, наших зрителей. Они их присылают на Первый канал, на сайт. Вот, ну, пять вопросов. Таша Корлюка, так она подписывается. Чарльд Шаплин родился в бедной семье. Он говорил, что бедность его ничему не научила, а лишь извратила представление о ценностях жизни, внушив неоправданное уважение к богатству. Олег Павлович, знаю, что вы также не родились с серебряной ложкой во рту. А чему вас научили бедность и богатство? Ну, богатство меня еще научат. У меня есть куда идти. А вот бедность, она, пожалуй, научила тому, что есть на свете беда, есть голод. Это, возможно, связано не только с небогатостью моей семьи, но еще с войной. Я рождение 35-го года, поэтому вот первый год с небольшим, когда немцы начали бомбить мост через Волгу, крекинг-завод, завод, аэро-завод. Я однажды у больной мамы, больной, никак не могущей выздороветь после брюшного тифа, украл сухарик, такой кусочек теста, который сестра моя сводная и ее подруга Маруся принесли из школы. Просто после брюшного тифа надо есть хорошо, и тогда ты встаешь на ноги. И вот я это сделал с голодухи. С другой стороны, я знаю, как вкусно то, что сделала бабушка со стороны отца. У нее каким-то образом от мирного времени осталась такой большой-большой консервная банка, по-моему, в 10 или в пуд вешем, 10 килограмм или пуд, томатопасты. Она еще к этому где-то прикупила два мешка мороженого лука, и потом ей на карточке вместо масла сливочного выдавали хлопковые, но в двойном размере. И она этот лук, смешав с томатопастой, пережарила на хлопковом масле, и с этой приправой я мог есть все. Ольга Сергеевна Смолякова. В возрасте 29 лет вы перенесли инфаркт. В тот момент у вас не было мысли «Пора остановиться, иначе в моем доме будет играть музыка, но я ее уже не услышу». Ну, почему же? У меня были мысли вполне а-ля Андрея Балконской. Помнишь, когда он лежит на австралийском поле? Да. Но вот, пожалуй, польза от этого пользы было две. Во-первых, я не испугался. А второе, я понял, что вот когда, если Господь даст мне встать и обрести опять здоровье, я ничем, что меня не интересует, заниматься не буду. А, удалось. Да. Олег Витальевич Ким, от каких ролей в кино вы бы отказались, если бы их предложили вам сыграть сегодня? Ну, пожалуй, от всего репертуара, который сейчас воплощается в сериал. Алексей Николаевич Андреев, что вы думаете о современном кино? Отчасти вы уже ответили, правда. В каком состоянии оно находится, на ваш взгляд, и почему так мало хороших фильмов? Это недостаточно сфинансирования или нет актеров? Может, нечем или нечего снимать? Я думаю, что это изъян комплексный. Это, прежде всего, отсутствие неполное, но значительное отсутствие умелых и талантливых писателей. Ну, если мы начнем... Сценаристов. Да, сценаристов. Да, мы двух рук вполне хватит, чтобы их назвать, а второе, конечно, это некий кризис нравственный. Во что верю, зачем живу? Последний вопрос. Егор Синебок. Сказывается ли то, что вы являетесь руководителем МХТ и отвечаете за множество людей на ваши возможности свободно высказывать свою позицию по общественной политическим вопросам на, скажем, встречах с премьером или президентом? Нет, на встречах с ними я высказываю ясно и довольно радикально свою позицию. Но позиция общественной статус государственного служащего, конечно, обязывает меня к соблюдению определенных правил приличия. Да, ну я надеюсь, что и сегодня мы кое-что услышим об этом. А как? В прошлом году тебе исполнилось 75 лет и Валентин Гафт написал тебе эпиграмму. По-моему, очень симпатичная. Она звучит так. Сегодня в дни побед часы признания, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь прозвание, чтобы не пришлось платить за перевес. Так вот. Я его люблю не только за это. Но все-таки как вот ты относишься ко всем этим званиям, орденам и так далее? Нормально. Нормально это как? Человек моего ремесла нормально вообще относится к наградам, к поощрениям. И если люди говорят, что они презрели это все, я думаю, что они лгут или жеманятся, или кокетничают. А мне не к лицу и не по летам. Чуть-чуть о театре поговорим, хотя не только о театре, далеко. Как-то вы сказали, ты, вернее, сказал, что всю эту систему советскую я сразу отменил, говоря, скажем, о том, что если у тебя есть звание, тебе больше должны платить, если народный, то так, заслуженный, эдак. Вообще, как ты относишься к этим званиям? Насколько я знаю, их больше нигде нет. Например, если бы сказали народный артист Соединенных Штатов Америки Джек Николсон, то вызвал бы смех, нет? Нет, Володь, начнем с того, что звания были основаны при царе-батюшке Николае Александровиче Втором. Так. И там, скажем, ну, не буду называть, ну, Кшесинская, она была заслуженная артистка императорских театров. Так. Это выражало определенный статус ее, или наличие острого интереса к ней какого-то великого князя или еще какие-то признаки. Но это изобретение оттюдь не советской власти. Я понимаю, но советская власть это развила ее. Конечно, довела до. С другой стороны, вот я довольно много работал в Японии, там преподавал, и там есть такое понятие, как национальное достояние. А. И что, говорят, и так национальное достояние хирохито такого-то. Да, вот так прямо. Или акахито, или хирохито. Ну, ладно. Ты говоришь, что в театре не может быть демократии. Нет. Это абсурд. Это абсурд, это противопоказано. Ну, я не знаю, может быть, демократия... Нет, это вообще не сравнение, я хотел сказать. Может быть, демократия там в авиационном полку. не может. И в театре не может быть демократии. Нет. В театре должен быть хотя бы один человек, у кого голова болит с половины восьмого до половины первого ночи. Вот так. Ну, во всяком случае, голова его пропускает... своего рода диктатор. Так надо понимать. Это диктатор. Это просвещенный абсолютизм. Да, ну, хорошо. Иногда просвещенный, иногда не очень. Ну, по-разному. У кого какое образование, у кого какие, понимаешь, пристрастия. я советуюсь с очень узким кругом людей по тем вопросам, по которым я либо себя считаю недостаточно владеющим объемом информации, либо, ну, буквально несколько человек, ну, может быть, три, четыре, пять максимум. Вот и все. И получаешь, но принимаешь решение. Да. И оно обязательно для всех в театре. Да. А ты ставишь знак равенства между театром и обществом? Нет. А в чем разница? Театр вбирает в себя отобранную часть общества. У Немировича в одном из писем есть такая запись. В театр не ходят бедные и больные. В театр ходят богатые и здоровые. Это не совсем точно для советского отрезка времени. В общем, мне глубоко не симпатичного. Хотя, это не мешает мне о чем-то вспоминать, потому что я был молод. Конечно. И так далее, и так далее. Так вот, театр – это, ну, как сказать, светская религия, наверное. если сравнить, то актеры, снимающиеся в кино, получают все-таки больше заметно, как мне кажется, группные, чем те, которые работают в театре. Потому что они получают за съемочный день и от каждого съемочного дня, а театр получает, очевидно, зарплату. Володя, я думаю, что все-таки нужно по-другому смотреть эту проблему. Давай. Занятие театром – это занятие по любви. А кино? А кино – это ничейная территория, на которую я совершаю набег и иногда возвращаюсь, так сказать. И не только ты совершаешь набег. – С щите? – Да. – А иногда со щитом и с добычей. – Ты как сказал, что наши люди, я тебе цитирую, по-прежнему тоскуют о социалистической халяве. – Да. – Это явление общее? – Я думаю, что это явление общее, это не есть хорошо. – Это преодолимо? – Время. Так, отошлю тебя к государю Александру Николаевичу Второму. – Ага, понятно. – Который, как известно, в 1861 году освободил от крепостного права значительную часть населения моей родины. Да. И он был очень возбужден от этого и как-то, так сказать, даже не экзальтирован. Да. А у него был довольно мудрый такой армянин, метис даже не совсем чисто армянин, граф Флорис Меликов. И он говорил на восклицание государевого «Свобода! Свобода!» Он говорил «Государь, свобода настанет тогда, когда вырастет непоротая на конюшнях поколение». Время. – 20 лет. Время. – Ну, минимум. – Ну, минимум. Ну, 20 лет считается это вот Владимир Ильич Немирович Данчин. – Слушай, ты подчас не вскрытый монархист, нет? – Нет, нет. Просто, чтобы я понимал. – Просто у деда по маме было бы очень большое имение, оно находилось в черте оседлости, вот это места Голта, Балта, Бердичев, Минск, Минск. Короче говоря, значительную часть нужды в зерне во время русско-японской войны дедушка Андрей Францевич покрывал своим урожаем. – А ты говоришь, что уже с 8 или 9 лет, кстати, твои слова меня поразили, ты жил, цитирую, под двойной или тройной бухгалтерией, сопоставляя официальную пропаганду с арестами происходящими или с происходившими в твоей семье? Во-первых, кого? – Ну, во-первых, не в моей семье, не в моей семье, просто мы спали с бабушкой в загородке, комната была большая, 49 метров в коммунальной квартире, и у нас с бабушкой была такая загородка, ну, наверное, в ней было, может быть, метров 8 или там 10. И не раз она вставала и если я был не за ней у стенки, а я был между ней и краем кровати, то мне приходилось тоже просыпаться. Я нашла к окну и смотрела, летом открывалась рама, там была сетка от мух и было видно, иногда даже слышно, как приводили и увозили человека. Мне было 6 и 7. Но смысл этого я узнавал из молитв бабушки. Она после этого не засыпала довольно долго, становилась на колени, молилась и довольно ясно формулировала происходящее. Я был вообще сообразительный мальчик, довольно рано читать научился и писать. Тебе удается ныне жить по одной бухгалтерии? Да. Я тебе скажу больше, что 20 лет. 20? 21. Когда тебе было 18 лет, ты додумался до плана перестройства России и предложил его трем своим друзьям. И рассказываешь об этом так. Точнее, идею позаимствовал у декабриста Павла Пестеля. Кто-то из несостоявшихся заговорщиков, видим, не стерпел и настучал разговоре родителям. А Юрка Гольдман один из четырех, так сказать, сохранил тайну. Хорошо. Так вот, смерть Сталина в марте 1953 года, то есть буквально через месяц, по сути, спасла нас, ты говоришь. Да, я думаю, так. А этот план сильно отличается от того, что мы имеем сегодня? Сильно, но все-таки планы Д'Антона и Санжиста и там еще прочих. Но это был капитализм, этот план? Да нет, это я... Это была рыночная экономика? Что это было? Нет, брось. Что было там было? В то время я был не столь оснащен. Хорошо. Я политэкономию не изучал в то время. Хорошо, а в чем суть тогда была? Суть в том, что нельзя топить страну мою в крови. Нельзя считать человека винтиком, как это гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей. Это глубоко не симпатично мне. Понимаешь, должен тебе сказать больше, вот самый большой успех мой театральный, знаешь, какой? Вот когда он умер, Горный орел, не все даже знают сегодня, о ком ты говоришь. Иосиф Виссарионевич Джугач Вилли. Так вот, когда он умр, руководительство нашего драмкружка сделало очень ловкий какой-то такой радикальный, что ли, поступок. Она собрала замечательные стихи, замечательных поэтов Исаковского, Твардовского, Бергольц, ну, не стану дальше перечислять, понятно, кого, среди которых, ну, вообще, были замечательные строки, да, мы так вам верили, товарищ Сталин. Ну и... Как, может быть, не верили себе. И вот, я с партнершей, Ниной Бондаренко, она была звонким, голоском, с которым, так сказать, она вела вместе со мной пионерскую радиогазету в школьной жизни. Комсомольский такой был. Ах, как же! Да, да. И вот мы с ней это читаем, две минуты читаем, пять минут читаем, и вдруг я слышу, что в зале что-то... Это падали в обморок люди, не выдержавшие вот этого стресса любви к ушедшему, усопшему. Потом уже, когда вдруг при перемене света я увидел, как секьюрити, раз, как-то ловко, раз, и выносили их, вот ведь как было. А сам-то ты переживал его смерть? Да нет. Нет. Мой дядя называл его слепоокой. Как? Слепоокой. Мой дядя жил на улице Вольской напротив Тюза, и там всегда на праздники выбрасывали такой огромный, ну, наверное, шесть на восемь. Ну, не, может быть, не шесть, может быть, Да, это не принципиально. Да? Да, да. Так вот, дядя мой, поскольку окна его квартиры, комнаты, точнее, большой, которые он поделил на такие лунки, выходили прямо на него, но все-таки... И вот он говорил, что вот, леленька, этот слепоокой погубил 30 миллионов людей наших. Скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к сегодняшний день? Много людей выясняется, все еще, не знаю, как сказать, ностальгирует, не ностальгирует по этому человеку. Много молодежи, которая его не знала и не жила при нем, но, тем не менее, о Сталине опросы показывает, что Сталин популярен. Вот что ты по этому поводу можешь сказать? Я не думаю, что большая часть молодежи так думает. Нет. Нет, не может быть. Я думаю. Не может быть. Я довольно регулярно общаюсь с молодыми людьми. Я не вижу в них и не ощущаю ни ностальгии по ушедшему ни особого желания восстановить это все. А может быть, это связано с чем-то другим? Вот ты как-то не раз говорил об Вампилове, замечательном драматурге, который первым поставил такой диагноз болезнь советского общества. Он назвал это рак совести. Да. Во-первых, рак... Ну, это я называю. Это может быть... Хорошо. Пусть. А как насчет вот рака совести? Может быть, эта болезнь все еще не не ушла в прошлое? Может быть, и сегодня это как-то... Я думаю, что эта проблема наличествует. Понимаешь, ведь понятие из Окфордского словаря, где после интеллидженс да, есть ну, расшифровки, да, то-то, то-то. Есть даже одна расшифровка российский, русский интеллигент. Интеллигент. Так вот, русский интеллигент это тот человек, которого заботят судьбы людей, живущих хуже, чем он сам живет. Ну, беднее имеется в виду, ограниченнее. Ну. вот и все. Вот и все. Это не вполне восстановлено. Я думаю, что это, так сказать, находится даже не в том размере, которым это находилось в 1913-м. но, Олег, многие говорят, разные люди, жившие и в те времена, что ты и я, что сегодняшнее общество более бессовестно, более безразлично, более подло даже, чем тогда. То есть, если они правы, если ты с этим согласен, то получается, что болезнь это развивается, а не отступает. Или как? Я могу тебе возразить, богатые люди, ставшие богатыми при смене общественно-социального устройства этого общества, моей страны, моей земли, ставшие богатыми именно в этот отрезок времени, довольно много помогали и помогают. Я сейчас говорю о другом. Мы же все-таки, ну или вопрос-то я поставил, о нравственности общества сегодня, не отдельно взятых, богатых людей, а нравственности общества. И здесь многие говорят, что оно безнравственно вообще. Я думаю, что это несправедливо. я думаю, что говорить про общество, что оно безнравственно, безнравственно. Отношение к власти позволишь. ты говоришь, я достаточно дистанцируюсь от любой власти. Мне в моей жизни не случилось ни продать, ни предать, ни руку протягивать. Они мне сами все давали. так, как удалось это? Ну, если бы я только мог хотя бы отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти. Ну, это же, ну, как тебе объяснить, Володя, ну, говорить так сам про себя как-то неловко. Я же не произвожу впечатление дуракам. Нет? Абсолютно. Вот. Я хитрый. Хитрый. Так тут, может, извини, конечно. Кстати говоря, у моей дочери, которая любит котов больше, чем собак, в отличие от тебя, ты любишь собак, у нее есть кот. Зовут его Занзибар. Он ярко-оранжевого цвета. Недавно я с ним разговаривал, и он меня спросил, как поживает Матроскин. Так вот, Матроскин не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим? Ты знаешь, Матроскин, это, по сути дела, герой, герой времени 90-х. Ага. Он, он, по сути дела, из немногих, кто слова Маршалла, Кимерсена перевел на русско-кошачий, да, и выстроил, как говорится, опору на свои силы. Матроскин, Значит, вот твои слова. Из всех правителей российских, при которых существовал МХТ, включая государя Николая Александровича, только полковник Владимир Путин по-человечески, участливо и внимательно решился оказать театру помощи. Это правда. Чуть раньше ты сказал, что ты всегда достаточно дистанцировался от любой власти. Вот эти слова не говорят о дистанции. Они говорят о другом. Не? Ну, я думаю, что все-таки надо учесть, что и Владимир Владимирович когда-то был молодым человеком, а я в то время уже был довольно известным и сильно мелькающим на экранах или на экранах телевизоров. И вообще в это время и Кот Матроскин уже... Кот Матроскин он кто? Он ведь в свое время Василий Иванович Чапаев, вот как был для Бориса Бабочкина Чапаев. Это правда, да. Это я знаю. Герой нашего времени. Понимаешь, то, что в обществе к актерам относятся иначе, чем к купцам, говорит Евгений Дорн, это в порядке вещей. Это идеализм. Чехов Антон Павлович. Юрий Любимов, хорошо тебе известный человек. Давно, наверное, знаком с ними и так далее. Опираясь на свой опыт, говорит, что с властью следует говорить жестко. Ты не согласен? Со всеми надо говорить ровно и уважительно, стремясь понять логику визави. Я думаю, что слова Юрия Петровича все-таки в значительной степени относятся к советской власти. Несомненно. То есть, я тоже так думаю. И я могу понять тогда. Тогда это в контекст моего представления о деле и об обществе укладывается. Кроме искусства, кроме искушения властью, есть искушения, предлагаемые властью, считаете вы. Вот какие вам предлагают, какие искушения? Ты как-то это говоришь? Вот что? Ну, почему? Борис Николаевич Ельцин, первый наш президент, он предлагал мне быть министром культуры. Это искушение? Ну, до некоторой степени, наверное. Но тебе как-то так захотелось хоть в какой-то момент? Нет. Я много знал к тому времени, с чем это связано. Или там депутатом Госдумы. Нет. Человек моего ремесла не должен этим заниматься. А вообще как ты относишься к Борису Николаевичу? Я люблю его. Понятно. Ты говоришь так. Хотя вижу. Ну, это не важно. Ты сказал то, что ты сказал. Да. Если следовать политическим изменениям, освинячиться можно. Как-то ты сказал. Освинячиться. Да. Получается, ну, вот, во-первых, часть страны, очевидно, ходит среди этих освиняченных. Ты сам был членом партии? А как же? А был. Олег Николаевич Ефремов повел меня и Женьку Евстигнеева в Неву? Мы заказали, вывели. И он сказал, ну, вот что. Надо в партию вступать. Иначе просрем театр. Почему? Потому что членами партии надо было парторганизацию создавать. А членами партии в тот момент был Маланин. Маланин. Это кто такой? Это завмонтировочным цехом. Два пожарника. Леонид Эрман. Он в армию вступил. Нынешний исполнительный директор, директор современника. И сам Олег. Надо было ячейку создавать. Тогда к нам отнесутся всерьез, сказал Олег. И мы сильно понурившись с женюркой сказали Да, понимаем. Хорошая история. Это правда. А история со всеми вытекающими. А потом опять выпили, нет? О, как же. Тогда то вот и началось. Да, говорят, вступил по пьяне, да? Да. Довольно жестокое или жесткое заявление с твоей стороны. Пусть выживет успешный, а остальные умрут. Это ты всерьез? Это относится к нашей неизбывной равнодушной в общем-то тезе всем ровно и так далее. Помогать надо идущим вперед. Театр, как утверждали учителя, это это как велосипед. Он либо едет вперед, либо падает. Другого не дано. А падающим надо социальную защиту обеспечить. Это проблема, которой должен заниматься союз. Да? Должен ли он быть союзом театральных деятелей или профессиональным союзом? это не моего ума дело. Но я явно понимаю, что по части социальной защиты большой недобор. А по части ля-ля тополя в избытке. Скажи, пожалуйста, это вот меня лично волнует. Я люблю театр, хожу реже, чем хотел бы, но так получается. Я люблю театр. Я попадаю иногда на пьесы, которые меня совершенно поражают в смысле того, как они поставлены. Ну вот, скажем, я очень люблю Сирано Дубержерак. Я имею в виду и книгу, и пьесу, и так далее. Я очень хорошо представляю, каким он был, Сирано, и как он выглядел. Я понимаю, что Сирано без шпаги это как-то не может быть, потому что шпага это части и так далее. В одном известнейшем театре и постановка известнейшего нашего режиссера. Он в пижаме все время, без всякой шпаги, и мне говорят, он так видит. Сударь же. Где может быть? Где может быть? Я хочу спросить, что значит так видит? Так написал Растан. Не нравится? Напиши свою пьесу. Да ладно, не надо всерьез. Как это? Многие этим занимаются. The bread of the sieve cable. Знаешь, что это такое? Нет. Бред сивой кобыли. Ну что это такое? Ну зачем это? Это нехорошо. Это называется... Так и Чехова так ставят. Ну зря потраченные государственные деньги. Если бы свои деньги, тогда ладно. Одевай в пижаму. А если на государственные, давай рапиру в руки. Нет, ну это не надо даже обсуждать. По-моему. Но есть люди, которые совершенно серьезно говорят, ну имеет же режиссер право на свое прочтение. Да, конечно, имеет право. И это правда, и это так, и это верно. Но, повторяю, надо иметь культуру, да, надо иметь образование, и надо иметь совесть. А-а-а. Да. А то, вот так получается, моя совесть пишет дома повесть. Я, знаешь, наверное, просто принцип такой. Я не задаю вопросов людям, приходящим в эту программу, об их личной жизни. Мне это кажется неновким, и неудобным, и я этого не делаю. Правильно, не делаешь. Да, я только спрошу тебя об одном. Ставший сын Антон, с которым я, ну, знаком, не то, что близко, но знаком, не раз виделся и так далее. Он же ведь, если я правильно помню, хотел быть актером, или начинал с того, но не стал. Не жалеешь ли ты о том, что он все-таки не пошел по твоему пути? Я думаю, что он для этого слишком добрый и нечистолюбивый человек. А что, надо быть не добрым, чтобы быть актером? Нет. Чистолюбивым, я понимаю. Чистолюбивым, обязательно. Да. Обязательно. Ну, он как-то умудрялся, что ли, ну, не умереть от разрыва сердца, когда ему не давали долго, скажем, ролей. Послушай, он же очень успешный предприниматель. там доброта не то, чтобы уж очень. И чистолюбивый это как-то так требуется. вот я знаю просто, что он помогает людям. Хорошо. А ты доволен своими отношениями с ним? Я его люблю. Отношения. Давай я отступлю. У меня были очень сложные отношения с моим отцом. Я его очень любил, и он меня очень любил. Но, по сути дела, мы стали друзьями вот только в последние пять лет его жизни. Вот я тебя об этом спрашиваю. Твой папа был человек непростой. В отличие от меня. Да. Ты просто прямо как краксворт. Непростой, это правда. Понимаешь, но он был интеллигентен, порядочен и, как бы сказать, человеколюб. Ну, возвращаюсь. Значит, у тебя с Антоном вот отношения нормальные, но такие, они тебя устраивают. Да, я просто вижу, как я становлюсь старше, и он хочет больше меня видеть. То же самое я испытывал при старении моего отца. Говоря о том, что понятия нравственности, интеллигентности и верности не меняются, ты вспомнил три трагических случая, которые лично меня произвели сильное впечатление. Во-первых, что твой дядя, будучи эсэром, получил задание убить одного из... Это мой дядя, старший брат моей мамы. Так, значит, получил задание убить одного из крупных землевладельцев, не смог этого сделать и застрелился сам. У тети твоей был роман с директором гимназии, она забеременела и, чтобы не упала тень на любимого, покончила жизнь самоубийством. Да, это правда. И, наконец, в 70-х годах ты дал почитать одной женщине самоиздацкую копию в круге первом, она была арестована, от нее требовали сказать, откуда у нее эта книжка и, не желая выйти от тебя, она повесилась в тюрьме. Во-первых, как тебе живется с памятью об этой женщине, ты не можешь, наверное, забыть. И второе, как ты вообще относишься к самоубийству? Ведь это, с точки зрения христианства, это грех великий. Конечно, грех, но я мужчина, и мне вспоминать это довольно тяжело. Ну, не хочет, не надо. Не в этом дело. Конечно, грех, но это же от отчаяния делалось, это же от невозможности какой-либо примирения с самим собой получить. Ладно. в 67-м году в современнике цензура запретила пьесу большевики. Ты в это время мог уехать, вообще должен был лететь в Лондон, сниматься в роли Есенина. Кстати, ты любишь Есенина? Умеренно. Умеренно. Значит, в роли Есенина... Я люблю Пушкина, Пастернака, вот эту линию. Значит, сниматься фильм Айсидора. Да. И ты не поехал. Да. Хотя фильм этот был громким. Да. И, конечно, на Западе... У меня контракт был подписан. Вот. На 49 тысяч фунтов. Ух. Чего не поехал-то? Нравственность другая была. Правда? Ну, а как? Не то, что не пустили. Да что? Наоборот. Екатерина Алексеевна изъяла этот сценарий... Пурцева. Да. Из Госкино. Передала его Сашке Свободину, и он перевел это. И, как говорится, отредактировал этот сценарий. Я был, наверное, едва ли не первым человеком, которым разрешили подписать этот контракт. И хотя я знал, что я половину отдам, но... Ну, вот смотри. Это совсем другая этика. Ну, вот нравственность. Опять возникает... Ну, а что это? Вот что ты имеешь в виду? Это была личная заинтересованность в успехе общего дела. Это игра слов, конечно. Ну, как? Но я понимал, что если... У меня роль была не главная. Одна из рядовых ролей в пьесе Шатрова большевики. Но я не мог себе этого позволить. Конфликт между Екатериной Алексеевной Фурцевой и Романовым из глав флита был столь серьезный, что кто-то, наверное, должен был положить партбилет и все прочее отсюда вытекающее. Но на этой чаше весов лежали очень большие по тем временам деньги. Да не только деньги. Это, по сути дела, я прорывался. И карьера. Ну, конечно. Я становился европейским киноартистом. Вот и все. А уверяю тебя, ну, там уж, как говорит Господь бы или кто там. Я тебе задам противный вопрос. Да, давай. Вот как ты считаешь, вот твои товарищи тогдашние поступили бы так же, как ты? Не отвечу на этот вопрос. Не знаешь? Не знаю. Но я так поступил, и мне было от этого приятно. еще бы. Это я понимаю. Это я понимаю. Еще один вопрос. Значит, спустя три года после вот этого случая ты оказался в Америке. И, насколько я понимаю, у тебя там был роман с дамой, с девушкой из очень такого влиятельного клана, который был владельцем и, может, остается владельцем газеты The Washington Post. это одна из самых престижных и самых богатых газет Соединенных Штатов наряду с New York Times. Тебе предложили остаться, ты вернулся. Вопрос. Почему вернулся? И, во-вторых, не сожалеешь ли ты? Не сожалею. Я вообще ни о чем не сожалею. Вернулся, потому что я незадолго до этого решил стать директором театра «Современник». А резон этот был рожден в общем болью от того, что наш вождь, учитель, вдохновитель всех наших и организатор всех наших поведов Олег Николаевич Ефремов покинул театр «Современник». И 14 лет моей жизни, лучших лет моей жизни, я полагаю, что какая-то часть в успехе этого театра и мною положена, так сказать, вложена. Как же я мог это сделать? Я решил стать, и я... Напоследок совсем простые вопросы. Вот среди всех ролей, а ты сыграл их больше ста, причем с большим гаком, насколько я понимаю. Есть ли какая-нибудь, или там две-три, которые тебе особенно дороги, которые ты можешь назвать? Вот как-то вот... Потому что, скажем, разные люди, думая о тебя, о тебе как об актере, вот выделяют то или иное, там, нет, обломовое, или еще что-то. Вот для тебя что-то есть такое? Володь, я думаю, что очень важный, так сказать, ну, как это... месседж, теперь говоря, ух ты, импульс, посыл, это первая моя роль на профессиональной сцене. Это пьеса «Розова в поисках радости». И эта первая моя роль дала мне зрительское признание в той степени, что вот можно было не протягивать руку всю оставшуюся жизнь. Сколько лет тебе было тогда? Двадцать два. Двадцать два. А есть ли такая роль, которую ты мечтал сыграть, да так и не получилось? Да. Например? Эрик Четырнадцатый. Кто-кто? Эрик Четырнадцатый. А-а-а. Парэкзампль. Парэкзампль, да. Или Ричард Третий, Каллигула. Ричард Третий Шекспировский? Шекспировский, да. Каллигула. Да. Ух. Я представляю. Я немало знаю про это. Это я представляю. Да. Закончим вот каким вопросом. Прежде чем дать слово известному тебе Марселю Прусту. Да, да. Твои слова. Любую хандру преодолеваю при помощи стакана беленькой и 12 часов здорового сна. Это такой рецепт универсальный, ты считаешь? Да. Универсальный. Абсолютно. Это признак здоровья душевного. Марсель Пруст. Да. О чем ты больше всего сожалеешь? Как мало сделано, как много пережит. Мало сделал. Какова твоя главная черта? Наверное, что ли, коммуникабельность. Какова твоя главная слабость? Доверчивость. Что такое для тебя счастье? Минуты любви, деторождение. А несчастье? Несчастье. Я репетировал в подвале, там на улице Чеплыгина, дом 1А. Что-то схватилось с сердцем Игоря Нефедов, царство ему небесное. Вывел меня, вытащил, там положил во дворе этого такого каменного мешка, как в Петербурге. И я увидел, как по длинному, длинному, какому, там арка есть на Чеплыгина, метров, наверное, 30-40, может быть даже, может даже чуть больше, идут Галя Волчок и моя первая жена Люся Крылова. Я знал, что они поехали к маме, которая лежала в больнице, я понял, что мама умерла. И я, как сказать, стал старше. Понятно. Мама и бабушки были люди, которые любили меня. Я думаю, что я до сих пор защищен их любовью. Если бы дьявол предложил тебе бессмертие без каких-либо условий, как? Ни к чему. Твой любимый литературный герой? Трудно. Ну, если не оттуда. Ну, наверное, все-таки Илья Ильич. Все-таки. Обломов. Да, хорошо, что ты сказал. Есть ли такой человек, которого ты презираешь больше всех? Вообще, живой, мертвый, ну вот, отторгаешь. Презираю. Ну, отторгаешь, не приемлешь. Сталина не приемлю. Сталин? И Ленина. Вместе? Два человека? Нет. Раздельно. Раздельно. А есть ли такой, который для тебя герой, которого ты страшно уважаешь? Вот он для тебя стоит как-то. Ну, их несколько, наверное. Это и Пушкин, и Станиславский, и Немирович, Михаил Александрович Чехов. Ну, и последний вопрос от господина Пруста. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Ну, мне есть чем оправдаться перед ним. Это был Олег Табаков.